Вчера в Екатеринбурге снова случился всплеск активности любителей как банкнот банка приколов, так и свежие выпечки в одном лице. Лицо это, попавшее как минимум в две камеры наблюдения, принадлежит модно прикинутой дамочке, которой иные обозвали аж прямо красоткой. Но на вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные. Она исполнила, соответственно, две попытки обменять сувенирную продукцию на хлеб наш насущний, а самое главное на сдачу в виде уже настоящих купюр и иногда монет. Местом первого испытания внимательности продавца стала хлебница на Крауле 65. Женщина вся в белом, собрала заказ и уже практически отдала его в руки то ли мошеннице, то ли аферистке, то ли фальшиво-манетчице или как еще она выглядит с точки зрения закона. Вот тут и настал черед проявлять внимание. Покупательница к паре купюр добавила еще мелочь, чтобы продавцу было легче сдать круглую сумму без мелочи. Но от такой лебезности хлебопродавщица была вынуждена отказаться и товар забрать. Эта же тетя, будучи разоблаченной, даже не вздрогнула и уже никуда не торопясь, аккуратно сложила бумажки обратно в портмоне, ничуть не смущаясь. Правда, тут вид, конечно, издалека и со спины, но, по крайней мере, спина ее при этом ничего похожего на испанский жестыд не излучала. Вторым адресом ее вчерашней засветки опять же стал магазин с булками и прочей выпечкой на улице с бакалейным названием Мельникова, дом 38. Если в первом магазине она заказывала только шанишки, то здесь, натянув на голову капюшон, возжелала хачапури и сладких булочек. Результат точно такой же. Голодные игры с денюжкой продолжились. Интересно, что в обоих случаях персонал даже и не подумал нажимать на тревожные кнопки. Насчет вот этого вот всего интереснейшая версия прорезается, если правы те, кому эта дамочка показалась знакомой по таким же заходам с банкнотами банка приколов в несколько магазинов одной и той же сети, торгующей трикотажем. Если это действительно она и в том, и в других случаях, и она опять шастает по магазинам одной сети, то, может быть, это хозяева ее нанимают, чтобы держать в тонусе персонал в своих магазинах. Может, как раз оттого она и спокойно так и чуть ли не рада, когда ее прикол не проканывает.